мне уже залпались меня гонять уже с вами уже фа уже сказал до последнего снашала лица не месяц это правый глаз открой 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 правый глаз на откройте его как его уже открывает какой-то фрукт но он даже не ломается мне интересно что у него внутри он какой-то легкий очень проект напролом реалити-шоу где все по-настоящему самый крутой реалити-сериал о единоборствах где участники сквозь боль пот и кровь идут к своей цели кто-то ломается на тернистой дороге а другие показывают характер сжав зубы идут вперед условия комфорта минимальны это не для каждого здесь жесткие тяжелые тренировки на износ вкус победы горечь и разочарование более характер жажда к цели подписывайся на канал и жми на колокольчик чтобы не пропустить новых серий в этом реалити может принять участие каждый ссылки в описании короче вчера были на боях с ани слышим что там николай пухет мой тай фактор и да next типовик за пояс наверно что-то обознали типа это чё меня-то это конч по радио будут объявлять реально вчера по радио мой бой объявляли сегодня мне фа говорит будешь биться через неделю это будет последний карт в этом сезоне они там закрываются на несколько месяцев так что все готовься к блин так и неделя мало там будет да похер отобьесе все и как бы а я я подтверждаю вчера слышал это по радио объявили никола пукет май тай факторе не там полу на полу тайском полу не понятная справка еще подхожу пацан ты не слышал не не слышал у саня что-то да что-то было такое вот таки через неделю бой ну саня-то по ходу через неделю не занимается это все походу я с понедельника больше заниматься там уже как скажут таки будет завтра пойти зал так надо поработать без всякого прессинга ну да есть просто гласа никого не было там чтобы начало пить лениров не было электролитики мазаться мази не подойти к бою успеть восстановиться после длительного отдыха после отдыха вообще никакой неделю отдыхал надо вот рейдить тоже наш на бой двадцатого то нормально все нормально есть вчера димон показал как вообще без физухи можно выходить раз я заметил час вот это скользит ситуация и кажется что они там про нас уже целые истории придумают потому что не говорят мы не понимаем они там вот прошлый раз выходил тоже вы объявляет а сейчас типа выходит местная звезда алекс я такой выходу этот тип свет он вообще горит думается там против него выходит там вообще какой-то убийца короче который стоил тысячу боев что ты хотел бы еще что-то сказать да ничего сейчас все буду тренироваться буду сейчас хорошо питаться тренироваться чтобы не особо жирная пища чтобы быстро восстанавливаться потому что сейчас буду пахать на 110 процентов чтобы к бою восстановиться после отдыха отдых у меня был такой жесткий я жестко устал отдыхать даже с организма встречен печень болит все такое нарушение спортивного режима было колено замечено на отдыхе но тут уже как бы я додумал что как нефа сказал после боя три не через три недели боя минимум то есть я думаю так неделю отдохну две недели позанимаюсь вообще отлично а тут видео так что меньше недели у меня подготовку да интересно у нас тут надо на проломчик будет еще месяц а неделя уже на боев я уже я думаю 95 процентов что я уже не подеруюсь на пляже или в баре с кем-нибудь подерешься короче грядут изменения он может и на стрелку попадем да здесь что-то чай очень плохо выглядит он кашляет чихает а вообще от него запах ужасный ему подойти невозможно в маске ходит фасиме тоже что-то ходил кашлял хрипел ну блин как бы нам не заболеть тут кое-ничего не должен хрен знает чего у них а я очкова так что коронавирус всякая херня это в Италии больше 200 в день ребят на момент когда выходит это видео коронавирус пушует поэтому ходим в магазин у нас температуру мерят у китайцев по два по три раза вообще температуру мерят перед входом в магазин и как бы не шутки в общем только что узнал то что человек ставит на меня бабки и проиграл очень вперед здравствуйте привет брат ты ставил деньги на саню да он проиграл но в следующий раз он выиграет да все саня давай работа работа речи бросать речи двоечка у тебя летит не по одному а двоечку 10 раз бросил кладешь и ты резко начинаешь работать речи речи бросай не закрепощайся речи бросай чувствуешь как ну проще бросается вот вот так да и быстрее то есть все делай на максимальной скорости для тебя на максимальный вот вот резко бросаешь и погнал выбрасывай ручку выбрасывай да еще речь вот саню тебя намного быстрее рука сейчас летает закрепляю скорость на мешочке каждый удар стань концентрирует каждый вот 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 с ножки на ножку санков с одной на вторую ножки на ножки поворачивай на ножку поворачиваешь корпус и выбрасываешь руку все просто осталось только на работу боец ты хочешь стать лучше открой для себя секреты тайских боксеров выносливость и здоровье травяные капсулы пучай план восстановление и реабилитация тайские спортивные бальзамы концепции муай тай продуктивность на тренировках и в жизни электролиты концепции муай тай эксклюзивная экипа ручная работа spirit of a warrior фармакологические рецепты поддержки спортсменов курсы обучения все то что держит под грифом секретно на сайте abc shop.su переходи ссылка в описании и не забывай подписаться на канал здесь много обучал и реалити-шоу напролом а сейчас немного той жизни которую хотелось бы каждому пацану таиланд море пляж девочки тайский бокс рай для пацана но такая жизнь часто отвлекает от основных целей а сейчас переносимся на пляже таиланда который был до коронавируса аж немного грустно сан чуха ваш надо после боя папа ю я на море он и девочки еще до сны красотки везде саня сегодня шел по пляжу все девчонки с ним хотели сфотографировать на риту это вы вчера дрались мы видели вашу фотографию можно с вами сходка конечно можно дать такая тайского бойца вот забоя сразу как в раю ну да пять раундов ада и затем рай сладкие фрукты пляжик красотки фотографии все как положено и и и и и и и Пожалуйста, на камеру скажите что-нибудь Александру, девчонке, пожелайте, пожалуйста, ему что-нибудь. Хорошего отдыха. Хорошего отдыха? Александр, и только побед. И только побед. Отлично. Спасибо вам большое. Спасибо, девчонки. И вам хорошего отдыха. Привет, девчонки. Ну и шо, как вам вообще в Таиланде? Нормально? Как вообще живет? Какое-нибудь интервью дайте по поводу солнца, пляжа, вообще отдыха в целом. Вас выкладываете в интернет или нет? Вы скажите. Как скажете, так и будет. Ну, поверьте, вас теперь узнают 84 тысячи. О, хорошо, давай. Тогда говорите, вы будете знаменитой. Можно инстаграм там сказать все дела. Подпишется. Мы попросим... Спасибо, что вы не подписываете. Мы попросим тысяч пять подписываться. У нас одни мужики подписчиков. Серьезно. У нас серьезный боевой канал про тайский бокс. Нажимаем. Да, скейтбокс, это всегда круто. Так что скажем, девочки? Отличный отдых. Отличный отдых, да? Отличный отдых, да? Класс. Не хочется, понимаете. Ну, если не хочется, значит не уедете. А вы откуда вообще? Родом. Хорошо. Где живете? Мы из Крыма. С Крыма. Поэтому нам это как бы все... Офигеть. Так вы вообще... Вы еще и землячки, девчонки. А я с Мариуполя, представляете? Да? Отвечаю. 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 Нет. Ну, я не Бедняков, конечно, но... И не Дурниф. А Дурниф, да, тоже с Мариуполя. Ну, классно, девчонки. Рад вообще. Рад встретить земля. Я сразу... Я как почувствовал, меня притянуло. Я только включил видео, и меня телефон сразу потянул. Ну, все же. Крым, это все наше родное. В общем, все, девчонки. Не буду вас отвлекать. Вы очень классные, красивые, позитивные. Счастья вам, любви, удачи. И всего самого хорошего. Здравствуйте. Как дела? Здравствуйте. Хорошо вас дела? Да. А вы не хотите на камеру поздравить Александра, чемпиона Раваи? По какому виду? По тайскому боксу. Ну, а что на Пхукете, какой еще? Поздравляем, Александр, поздравляем. Он отстаивал интересы России, так сказать, Украины. Ну, переменный успех. То да, то нет, знаете. Это правда, что главное не победа, а участие? Конечно. Однозначно. Однозначно, однозначно. Как говорил очень мудрый человек, порой лучше проиграть, но провести бой достойно, чем иногда выйти, побить кого-то слабого и радоваться этой победой. Это не то. А когда ты как бы вот так? Еще раз поздравляю. Все, спасибо вам. Вы наполнили наш контент радугой красивых женщин. Благодарю. До свидания. До свидания. Придется. Придется в банке с машинного обоя. Мне дали возможность приобрести. Так сказать, я теперь... Вот на такой вот тачке буду рассекать. То есть можно и кататься, как бы, и сесть с друзьями, перекусить одновременно, да? Да, ты игру можешь обобрать. Круто, вообще круто. Я еще заметил, у тебя номера тут крутые, Сань. Ну как, оформление тут особо проблем не занимает, да? То есть нормально, ты уже здесь твой человек, тебя все тайцы знают, в принципе, да? У нас тут связи. Связи, Саня, все замутил. Отлично, отлично. Сегодня в Индо аэропорт Леху будем провожать в Малайзию. Леха уезжает, потому что у него заканчивается месяц, пробный месяц пребывания в Таиланде. Для этого будем брать вот этот вот байк, вот, ехать в аэропорт. Ну, а тут маска, блядь, коронавирус. Приехали в аэропорт, сейчас с Лехой скоро рейс. Коварищи, месяц в Таиланде ты отбыл. Ну, как у тебя впечатления? Это обалденные впечатления. Сбылась моя мечта, я подрался на тайском линге. Но на этом я останавливаться, я не собираюсь. Обязательно вернусь, я буду постоянно приезжать сюда. Тренироваться и выступать. Повышать свой уровень и, как бы, двигаться дальше. Ну, на самом деле, Леха сделал неплохой результат. За месяц провел практически, ну, два боя провел. Мог провести третий, но третий не стоялся. Да, третий вчера отменили. Не по моей вине, прошу за месяц. Друзья, уважаемые подписчики и зрители. Хочу здесь обратить ваше внимание на очень важный момент. Что Леха приехал всего на один месяц в Таиланде. Где он провел два поединка, а третий поединок отменился. Не по его вине. Он хотел пойти на этот поединок. Максимум получить опыт. При том, что у него была травмирована нога после второго поединка. Тем самым мы видим желание в достижении своих целей. К чему я веду. В проекте «На пролом» есть требование. Один поединок в месяц. Это минимум. Но кто-то может сделать больше поединков. В принципе, мы помним Женю, который в четвертом сезоне с травмированной ногой вышел на четвертый поединок. Хотя мог этого не делать. Ну а есть люди, которые ровно раз в месяц, не дай Бог, на два дня раньше. Они готовы неделю отдыхать. Но они не понимают, что таких три месяца в их жизни вряд ли еще раз повторится. Когда они будут три месяца просто тренироваться. Есть, спать и выступать. Для этого и есть «На пролом», чтобы за три месяца выжить максимум. Чтобы вырасти не на одну ступень, а на несколько ступеней, чтобы вернуться совсем другим человеком. Вспомните слова Жени. Просто сейчас вот перед тобой стоит Женек версия 2.0. Отвечаю. Это уже не тот Женек, который приехал три месяца назад. Были на проекте и другие люди, которые тренировались два месяца, провели бой в 30 секунд, уехали домой, потому что там их ждала вакансия водителя. «Пришла вакансия водителем Сане работать». «Да, на которую я полгода назад подавал заявление через человека знакомого. Я забыл уже про эту вакансию. Я забыл, все, уехал. Я думал, там шансы минимальные вообще». «В общем, ответили положительно Сане. И Сане говорит, что ему нужно ехать». «Я хочу вам показать, что каждый участник – это индивидуальность. Это индивидуальная личность. И как он себя поведет, мы не знаем. Хотя все говорят, я буду рвать, я хочу и так далее. Потому это опыт. И каждый зритель пусть анализирует и учится на чужих ошибках. Или как минимум знает, как делать не стоит». «Что же, Лёг, хочу тебе сказать, что было приятно с тобой тренироваться, получить опыт. Да, ты мне где-то помог, где-то как настраиваться, как правильно тренироваться. Поэтому…» «Взаимно, очень рад знакомиться с вами. Ты красавчик. Скажи пару слов подписчикам канала на последоке. Пацаны, занимайтесь тайским боксом. И все будет классно. Ну что, короче, тебе хорошего перелета. Спасибо. Надеюсь…» «Это все будет четко. Что, все будет четко». «Занимайтесь тайским боксом и коронавирус вас не тронет». «Все, ладно, давай». Всем привет. Ну что, вот мы с пацанами собрались. Короче, новость у нас тут такая была. Первое. Это говорят, что зал закроется там через 10 дней примерно. Ну и типа у Колина бой, а Саня тут только после поединка. Лицо вон еще… Просто вон бланш светит, Саня. Поморгай глазом немного. Да, Саня еще немного заплывший, но Саня говорит, «Не, так мне надо пояс забрать. Я готов тоже драться». И Фа такой говорит, «Не, Сань, тебе надо еще техничку поточить месяцок». Я такой думаю, что он…» «Отопнуть?» «Да». Фа отказывается от денег, от того, чтобы кто-то провел поединок. И Колян такой говорит, «Да нет, может еще недельку, потом зал поработает». Короче, есть у меня чуйка, что Фа это специально сказал, чтобы Колина заманить на поединок, то быстрее. Как думаешь? Да, я тоже так думаю. Он мне как сказал, он подошел, говорит, «Через неделю будешь драться?» Я говорю, «Три дня позаниматься и драться?» Он говорит, «Да». Я говорю, «Может, там пять дней позаниматься?» «Нет, это будет по последней карт, последняя ночь, после этого стадион закроется». «Ну, тогда да, тогда выбора нету». А сейчас мы у него спрашиваем, что зал-то, ну, не зал-то будет работать, а стадион закрывается. Он говорит, «Я не знаю, это 50 на 50». Ну, то ли Фа Жук, то ли действительно такая ситуация, но тут, на самом деле, за коронавирус как бы накручивается вот это все, набираются обороты, но, пацаны, у нас напролом, поэтому посмотрим, как оно будет. Колян, на самом деле, да, у нас договоренность на три поединка. У меня вопросов не будет, если ты четвертый не захочешь проводить, если у тебя будет время, и ты не захочешь, я ничего против иметь не буду. Надо на третий поединок посмотреть, как он пройдет. Все верно. А по поводу закрытия, хозяин стадиона два раза уже говорил, что он закроется, но это уже не факт. Мне от него зависит. И такое совпадение, как раз, когда они, когда нам на бой там качали, вот, только тогда они не говорили. Там больше они... Больше тебя вообще не слышали. Нет, тогда-то было как вообще, он говорит, «Ты можешь на следующей неделе драться, потому что на следующей неделе у нас будет последняя неделя, это когда вот перед прошлым боем». Я говорю, блин, я уже устал тренироваться, давайте на этой неделе. Вот так вот. То есть, тогда я сам бой выпрашивал. Они просто не знают, что он уже созрел. Просто, когда он постоянно в боями перебирает, и он когда созреет, уже это идет. Они не знали этого. Сейчас я тоже созрел, что как бы, уже перед выбором поставили, а пофиг вы вообще. Они думают, что это надо его там как-то менять, там, именно коронавирусом. Нет, сейчас я нормально все боялся. Давайте посмотрим на сайнинг глаз, Саня. Сколько уже прошло? Это 5 дней. 5 дней, ну вот так чуть повернись, там, что там посечки, Саня, чуть приподыму. Буду снимать послезавтра. Не болит, Сань? Нет. Нормально. Проходит, ну вроде опухшись, так уже прошла нормально. Да, уже заживает нормально. Еще чуть-чуть тебя можно будет женить уже где-то, на какой-то тайке. По-любому. Да нет, можно на тайке можно женить хоть час, потому что, вот я заметил, кстати, я уже наговорил там на камеру, что здесь, когда люди видят тебя с разбитым лицом, они показывают уважение, ну боксер там, все там к тебе хорошо относятся. Это не как в Украине, когда тебя увидели побитым и думают, ты какой-то алкоголик где-то там подрался там где-то, да, бомж какой-то, а здесь наоборот, синяком можно сразу жениться в Толанде, поэтому. Если я у себя дома видел человека с разбитым лицом, думаю, так, наверное, он где-то свой язык длинный слишком, ну. Наверное. Поэтому если хотите жениться на тайке, то надо это делать. Заходите к Сане, Саня вас немножко подровняет, и потом сразу будем жениться. Вам будет проще. Сегодня воскресенье, сейчас примерно около 10 утра, но мы не ищем себе никаких оправданий, как вы видите, мы ведем сейчас съемку зала, не останавливаемся, так как у Колина бой 20-го числа, это уже через 5 дней. Три дня тренировок осталось. Да, поэтому, как всегда, короткие сроки дали бой, то есть 4 дня тренировок, воскресенье выходной, вот решили воскресенье не останавливаться, тренироваться дальше. Саня тут технику немного тут покатал, мешочек поколотил, я с другим Саней поспарринговался, поработал немного, размялся, разогрелся, сейчас поедем кушать, упаться, отдыхать. Поскольку у Коли бой через 5 дней, я пришел в воскресенье к парням на тренировку для того, чтобы поспарринговать с Колей, помочь ему подготовиться. Думаю, вам будут интересны эти спарринги, все-таки у меня 1,75-1,76, у Коли примерно 1,94, ну и примерно 20 кг разницы, ну а также нас ждет интересная информация, ведь коронавирус только начинает появляться в Таиланде. Мы будем свидетелями последних вздохов туристов в Таиланде в 2020 году. Заходите на стрим информации в закрепленных и не забывайте, что на сайте abcshop.su очень много интересного и полезного для продуктивных тренировок, тайские спортивные бальзамы концепции Май Тай, травки, электролиты, курсы обучения, крутая экипа и многое другое. Переходите, ссылка в описании и не забывайте поставить лайк, прокомментировать и подписаться на канал. Ставьте колокольчик. Всем до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok